Девушки отдыхают Помаленьку Вот в прошлом месяце на премию Наштамбовали Ну что, ну премию-то, конечно, не дали Короче, послали нас Ну куда послали? В экскурсии послали Далеко В Англию Все за вот оплатил Все за вот Мы с дядей Женей вот две копейки не заплатили Правда, потом Четыре месяца без зарплаты работали Вот так вроде это За бесплатно в Англию поехали Ну что, ну не сразу поехали Муж меня не сразу отпустил, говорит Что тебе в Англии делать? Дома сиди Борщи вари А потом, когда узнала, что от завода Да бесплатно, она говорит Да ты что, да такое раз в жизни бывает Да поезжай Ну, в общем, мы С дядей Женей рванули Вот сейчас приехали Вот столько впечатлений Вообще-то Я не знаю Ой, даже не знаю, с чего начать Ну, если вы меня спросите Вот, Зина, скажи честно Вот честно скажи Че тебе больше всего В этой Англии понравилось, люди Я не буду врать Мне лично больше всего Английской таможне понравилось Как же меня там тщательно обыскивали Вот прям вот Ой, если бы нас на проходной так обыскивали Я вообще не работала Только ходила через проходную туда-сюда Это с такими обысками Можно замуж не выходить Это ей-богу Ой, полтора часа счастья Вот меня полтора часа обыскивали А дядю Женю так пропустили Я не поняла Он фамилию назвал, прошел, все Ну, а чего его обыскивать А дядю Женю-то Меня-то понятно А дядю Женю-то Ой У него на завтрак Три головки чеснока На обед пять Так и прорвался за кордон Змей Горыныч Ой, ну вот а вышли Свободное время Дядя Женя говорит Зина, ну куда пойдем? Я говорю Ой, дядя Женя, хочу в магазин Вот мечтала В магазин хочу Пойдем, а Английского чаю купим Говорят, в Англии Самый лучший чай Пойдем Он говорит, да пойдем Ну все, пошли Пошли Один магазин прошли Второй магазин прошли Пятый магазин Я вот своими глазами Видела люди Я бы никому не поверила Нету в Англии Хорошего чаю Вот Вообще ничего нету Ни принцессы Нури Ни майского чаю Ни беседы в пакетиках Нету ничего Да вообще Вот они у них Все через левое ухо Пока по магазинам ходили Там проголодались Дядя Женя говорит О, ресторан Все, зашли в ресторан Все, расположились Опять 25 В ресторане в Англии Нельзя со своей едой Я этому официанту Спокойно по-русски говорю Я говорю Ты понимаешь Я бы вашей еды поела Ну у вас же нет От исконно русской еды Лапши дошарак А он не понимает Глазами блым-блым И вот руками мне Вот уходи Нельзя и все Вот намучилась Вот и еле поела Вот неудобно было Неудобно Одной рукой дошарак цепляю Другой официанта отгоняю Да, иногда и путала Дошарак с официантом Вилкой его тыкну Он вершит, как тыкнутый А в гостиницу привезли Это отель по их ему Вот и привезли В гостиницу Всех нас построили Ну это сидит Переписывает Кому какую комнату А дядя Женя Он же покурить же ему надо Он говорит Ты что, у меня вот такие вот ухи Я покурить должен Ну посмотри за вещами И все И ушел Я еще ни да ни нет Он уже ушел Все А я думаю А как я смотреть-то буду Как смотреть буду Вот его вещи стоят Вот мои Как смотреть Пока за его буду смотреть Так мои попрут Ну что, я легла на них Все, лежу Все, граница на замке А тут наша старшая Меня увидала Говорит Ты что делаешь Я говорю Я за вещами смотрю Она говорит Ты что Ты что делаешь Это же Англия Здесь нет воровства Встань Я встала И только я встала Какой-то мужик Хватит мои чемоданы И попер Я его в два прыжка Догнала Мордой Полруху заломала А эта Которая нас переписывала Веречит Ой Зепортье Зепортье Я так поняла Что порчен У них какой-то Ну что Отпустил его Пенделем Он потом Меня как в гостинице Увидит Беги в другую В гостиницу Прячется Ой, а в гостинице Это вообще Это не для людей Там же жить нельзя Там же все На электронике Я это сразу поняла Что ничего Не надо Пальцами тыкать Вот так зашел В номер Переночевал на коврике Все, жив-здоров Ой, ну такая страна Это вообще Не знаю Повезли нас в торговый центр Там какие-то гуляния Ой, сколько там Заменитостей Ой, ну Я там даже Английскую королеву Увидала Вот Вот не брюшу Вот как тебя Вот я зашла Она стоит И главное На меня смотрит И улыбается Она мне улыбается А я ей улыбаюсь Вот Вот такая женщина Простая Я с ней Три часа говорила Три часа До тех пор Пока наша старшая Не подошла И не сказала Что музей Восковых фигур Закрывается Я ничего не потратила Все домой привезла А куда там тратить Чаю хорошего Нету Сувениры Так я все С гостиницы взяла Ну там же Все для нас Уже упаковано А дядя Женя Все Растранжирил Напротив В магазине Распродажа была Так он Он там Купил эту Лодку Резиновую Надувную Эту дуру Домой привез Надул Она с головой С руками С грудями Колышется На волнах Типа Давай Прокрачу Дядя Женя Вроде как Громанул А тут Жена с половником Контузила его И так и хочет Теперь Контуженный Да По шею Гипси Вот Вот так Вот съездили В Англию Зато у нас Здесь Женя В душе Азарт В путешествии Проснулся Прям такой азарт Аж Пятки зудят Жду Когда всего Гипс снимут Во Францию Рванем В Париж Я уже все Посмотрела Что там Интересного Эфелева башня В Устрице Да Эти Рестораны Ай Дядя Женя Про Эфелеву башню Слыхал Прямо Аж затрялся Я говорю Ты что Эфелева башня Это же моя мечта Я же с детства Мечтал залезть На эту башню И сверху Плюнуть Так что Поедем Так сказать Злохматим Европу Подышим Шанелью Номер пять Ну а заодно Можете узнаем Вот что Из этой Французской Красоты Этот ихний Депардье К нам жить Приехал Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова